А сейчас новости спорта. Футбол любим миллионами людей. Всемирный день футбола мировая общественность отмечает 10 декабря. Поклонники этой популярной игры с удовольствием принимают участие в торжествах, которые приурочены к этой дате. Доброй традицией стало проведение соревнований, посвященных спортивному празднику. В его преддверии и в Славянском районе прошел футбольный турнир. Пять футбольных команд по две из Славянского и Красноармейского районов и одна из Крымского прибыли в спорткомплекс «Лидер» на турнир, который был посвящен Всемирному дню футбола. Юные спортсмены 2011 года рождения, быть может, не постигли еще всех футбольных секретов, но желания играть и бороться за победу у них хватает. Я очень люблю футбол, занимаюсь я два года. Наша команда готовилась к этому соревнованию, и мы готовы, и мы будем играть достойно. Надо было видеть, с каким энтузиазмом участники турнира уже с первых его минут бросились атаковать ворота соперников, стремясь добиться успеха. За игрой своих воспитанников пристально наблюдали тренеры с тем, чтобы при необходимости произвести замену или скорректировать игру юных футболистов. Моя группа уже занимается два года. То есть есть успех, есть прогресс, то есть детки получают массу эмоций, родители также очень довольны. То есть победа, так сказать, нужна, но она не главная. Главное, чтобы дети играли, общались и получали удовольствие. Были у ребят и свои болельщики. Конечно, самые активные – это родители, которые искренне радовались, наблюдая за игрой. У нас папа тоже футболист в прошлом, поэтому и сын тоже пошел по стопам и занимается. Нравится очень ему и нам, как мы любим поболеть за него приехать. По итогам турнира победила команда «Кубань» из станицы Варениковской Крымского района. На второй ступеньке пьедестала почета футболисты Славянской Виктории. И замыкает тройку призеров команда «Колос» из станицы Петровской Славянского района. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа События.